Я взял еще один устилитель, называется Мастер Кит, дискретный утилитель. Вот такой вот устилитель, спаренный 3D3 для дифференциального каскада. Тут, собственно, микросхемы даже нет. Я брал это давно, где-то уже 10 лет назад, когда я еще был маленьким. Вот что мне нравилось, когда я стоял в магазине, смотрел на витрины, что я думал, что я вот получу ВМСВАТ при однополярном питании, у него реально однополярное питание, он не предусмотрен на двухполярное, как все делают. Вот, я подумал, что в этом дуру будет однополярное питание. Не надо будет заморачиваться, питание у меня будет один трансформатор и два провода, и все, это для меня было счастье. На выходе обязательно придется детальник конденсаторов, динамику. Вот здесь он, правда, маленький, там его штатное было вот такое вот, 4700 мкФ на 50 Вольт, вот здесь, правда, его вместо было вот такое большое, и вот здесь тоже. Здесь один по питанию, а здесь по выходу динамика. Но на самом деле это было все, конечно, вранье, я не мог получить ВМСВАТ, потому что это у нас всего лишь ВМСВАТ при условии либо 2 Ома, нагрузка 2 Ома, там было написано что от 2 Ома и выше. Либо это мофтовой режим, то есть нужно делать их две. Первая и потом провода подключаются и ко второму, и динамика будет находится непосредственно между этим и этим. А эти конденсаторы уже отключаются, будет как уже по питанию, там, по перемычке там как бы переключаются, так что эти конденсаторы уже работают полноценно для питания. Вот. И это будет, синусоиды будет вниз идёт, а другая будет синусоиды вверх. То есть разница между ними, потенциал будет, получается, в два раза, и мощность, соответственно, увеличивается не в четыре раза. Ну да ладно, что переделать. Я, конечно, жил с этим, мне как бы нравилось, как бы первый раз такой был усилитель. Мне она нравилась то, что здесь какие-то компоненты, что-то там где-то там можно как-то попробовать усилить. Десять лет назад я в этом не понимал, что такое коэффициентное движение, что такое басы, там, работало, ну и сработало, слава богу. Причём с первого раза. Для меня это, честно говоря, было хорошим уроком, если вот так сказать, что я начал не с микросхема, а именно с дискретных усилителей. То есть я уже примерно представлял, что, где, как они взаимодействуют. В микросхемах этого вы никогда не поймёте. Всё это там закрыто, и это как чёрный ящик. А вот здесь в любом случае приходится соображать, как резитеры накладываются, как транзитеры, какие у них там эмиттеры, где что подключаются. Я помню, что в нём было ещё одно преимущество – это коэффициент передачи 95%. Я не знаю, как именно это подразумевалось. Вероятнее всего это передача напряжения. То есть сколько по питанию 20 вольт передаётся вот к нему на вход этого, так и на выходе питание будет силисоидом продавливаться под максимально 20 вольт. То есть, в принципе, это даже неплохо, потому что питание у нас всегда ограничивающий фактор. Для меня было важно, чтобы у статформатора был маленький и этим был маленький. То есть нужно, чтобы это был КПД высоким. Я подумал, что вот да, 95% это будет здорово, передаточная свойство у него будет повыше, чем у микросхемы. Я не знаю, как реально ли это, но я этим так и до сих пор не разобрался, какое у него реальное преимущество. Реальное преимущество, когда я уже приобрёл микросхемы ТДАшки, всякие 2300, 2050, я заметил в нём, что если регулятор ток покоя, вот этот ток покоя, видите, если его уменьшить, то у него гораздо выше громкость может передать на динамик, чем по сравнению ТДАшки. При игрушечном блоке питания, там, знаете, такие вот переключающие, типа как вот эти вот, вот такие вот блоки питания чёрненькие, маленькие такие трансформаторы, вот. Такие вот трансформаторы, они могли бить пищевых, знаете, там таких вот уделителей гораздо громче, чем ТДАшки. Я подумал, о, здорово, значит, значит, КПД действительно больше. Но это только ищет ток покоя маленький девочек. Вот, тут, кстати, ток покоя у них как-то перевёрнутый, то есть поправильнее надо делать черепь в эту дырку. Но мне как-то уже неудобно в это, потому что здесь обычно у меня днище, а это вот наверху, я уже принаревился поворачивать здесь в обратно торно, причём, вот это очень важно. У меня было 50 вольт в трансформатор после выпрямителя, 50 вольт, очень часто у меня вылетали какие-то отдельные детали. вот видите, я уже всё делал на гнётах, этот, 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 то есть все транзитры стоят на гнётах, кроме светодиода. В инструкции было сказано, что у них хорошее преимущество, то есть они разработали честно и предчестно, это мастер-скитовская разработка. на самом деле я не вижу, что, в чём тут заключается. Я раньше думал, да, там авторки, здорово, молодцы, типа, ребята. На самом деле я ещё посмотрел, типа, в этой нашей веге, вега 120С, там примерно то же самое, такие же раскачки 3D, 3KT, 814KT, 815KT, 815KT, да, по-моему, 10 лет. Вот здесь маленькие и мелкие, ещё более раскачивающие, то есть здесь каскады раскачки усилителей, здесь раскачки для транзитров, а вот здесь каскад мощных транзитров. То есть они по блокам, и то же как и веге. То есть я не знаю, сколько здесь надо мозгов иметь, чтобы действительно иметь это авторское права. Если тут добавить 1 транзитр, это что, уже авторское право? Я не знаю, я не считаю, что это авторское право. И ещё я хотел вам сказать, что я никаким боком не имею отношения к мастер-киту. Ни духовно, ни морально, ни физически. Я обычный потребитель. То есть я жертва вот этого купленного такого, так сказать, геморроя. Действительно ли это геморроя, я уже понял, что по формам. Там в формах уже всё сказано, что это геморрой. Потому что у него одноплярное питание. Второе, потому что у него маленькая выходная мощность. В-третьих там где-то начал кто-то припираться, что дифферсальный каскадный бренд отсобран. Теперь второе. Вот. И так как у меня денег всегда жалко было покупать такую херню. Вот я... Во что мне нужно от мастер-кита, это только печатная плата. Больше ничего. Печатная плата у них, конечно, хорошая. Жуткая. Но хотя они очень дорого денег теряют. Вот допустим, вы помните там мастер-кит набор TDA 7294. Такая платка и хорошие. Вот они очень дорого стоят. Лучше делать самому. Вот видите, я делал уже сам. Вот эта печатная платка. Причём это я собрал вот именно вот так вот. Две печатные платки сложил. И скопировал точки. Снимается. 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 Вставляется. Вот такая вот. Это у нас кары 159. Такая же TDA как в Веге 120. КТТ всякие. Тоже TDA как в Веге. Ну, в Веге там, конечно, двухполярная. Эта однополярная. Там не столь важно. Потому что здесь сойдёт средняя точка. Там 20 скиллом. Где-то вот здесь вот. Вот. Вот это я, по-моему, две пары 20 скиллом. Соддаётся средняя точка. Потом подаётся уже на смещение базы. Можно, конечно, делать двухполярное питание. Ну, тут чуть надо доработать. Но печатная плата моя бы не подводит. Она будет резать ножки. Ну, да ладно. А посмотрим на сайт. Так. Вот давай попробуем. Значит, нам нужно найти. Мастеркит. Не помню. Левая вон миссич. Ватт. Я помню, что это вон мисси ваттный. А, вот. Первая трочка уже есть. Уделительный. Чи, вон мисс, ватт, тип. Это он и есть. Вот даже картинка к нему подходящая. Давай я сейчас сначала покажу картинки. Вот. Мой вариант, значит, NME 2012. Вот такой вот вариант. Он как бы немного сбоку, радиатор. Чё, на большую не можешь показать? Чё за херня? Вот эта, может, большая. Вот. Вот. Надо брать с процессора целлерона. Помните, те времена, когда ещё древние целлероны были. Такие плоские. Они как бы сбоку стояли. Вот такие вот радиаторы к нему предлагаются. И ещё плюс вентилятор. Для меня, конечно, это позорище иметь при собой ещё вентилятор. И к нему питание подбирать. Это уродство. Вот. Нормально радиатором нужно брать. Вот, допустим, как у меня сейчас стоит. Вот такой вот, типа, радиатор. Давай посмотрим дальше. Вот это вот мой вариант. Тем удобно, что здесь они как бы краешки стоят. И можно прилепить любой радиатор. Вот. А ещё есть неудобный вариант. Вот такой вот. Очень неудобный. Потому что здесь, видите, они стоят вот здесь, вот эти транзитры. Тут надо ещё какую-то лепёшку, которая уйдёт уголок. Ну, это, по-моему, уродство. Я не знаю, кому это такое интересно. Давай поиск. И зайдём на сайт. Вот официальный сайт, это, по-моему. MasterKit.ru Да, вот, вот это она и есть. Вот. Здесь было видно, что от 5 до 40 вольт. Я подавал 50 вольт. Полоса от 20 до 100. Загрузка 2 Ома. Поинвентирующей, неинвентирующей, ты можешь даже жить. А вот неинвентирующей, как бы 1 кило Ома, конечно, там маловато. Вот, вот, вот. Коэффициент по уровню напряжения. Питание до 95%. Одновременно низкое выходное сопротивление обеспечивает эффективное демпфирование громкоговорителей. Гарантирую мощное, естественное, воспринение босов. То есть, как будто для сабвуфера. Большое внимание при проектировании было уделено в разводке печатной платы. Не все радиолюбители знают, например, я, что, например, неправильная трассировка печатных проводников в мощном усилителе может в десятки раз увеличить уровень его нелинейных искажений. Или даже делать его нерапроспособным. Давай посмотрим, что это такое. О чем это именно в виду. Тонкие дорожки печатной платы. А вот это вот как бы толстые, вот именно подводящие к мощным транзисторам. Где толстые, где толстые, толстые, толстые. Некоторые тонкие. То есть, там, где толстые, это токовые. И заключалось, что большой ток находится в этой области. А маломощный находится в этой области. Номаконы, это, по-моему, называется прокладки. Я его сильно завинчивал, сильно прижимал и нагревал до очень адской температуры. Они просто плавились, видите. Но они потом дохли, потому что все-таки это ненормированный режим работы. Вот, нахера я вот это вообще прилеплял. Вот, я сразу напрямую завинчивал просто на радиатор. Здесь винты. Здесь тоже винты. То есть, сам радиатор, он имеет потенциал выхода на колонку. То есть, среднюю точку с синусоидами. Вот, нужно изолировать от друг друга, чтобы не замыкали друг друга. Это вот один канал, а это трой канал. Это у нас температурный датчик. Его надо прижимать рядом с этим. Но, я не знаю, говорят, что эффективности от практически никакой. Ирф 640. Ирф 9 540. Вот это, кстати, вот странно, то, что они не комплиментарные. Если тут 640, то надо тут тоже 9 640. А не 9 540. Ээээ, схема. Здесь мы видим. Вот. Вот там где-то форум обсудить. Типа, вот тут ля-ля-ля-то поля. Всякие совершенно школьные дебильные вопросы. Я не знаю, как вообще можно терпеть таких вопросов. Единственное, что мне понравилось, вот, кстати, вот. Я, походу, заменил выходные транзитеры тип 141 и тип 146. Вот видите, вот это. Вот они просто огромные. Мощные. Это 141, 142. А, 147, 142. Да-да-да. 147, 142. Вот видите, может увидеть разницу, насколько они мощнее. Давайте дальше продолжим. Вот, потом ещё там где-то срач пошёл. Сейчас найдём срач. Вот он. И не стыдно вам так обманывать конечные пользователи. Посмотрите, что ваша схема даёт аж сразу после дифференциального каскада. И причём здесь в какой-то программе нарисовал вот этот дифференциальный каскад. Это чё такое? Я не знаю, чё. Какую-то херню они там в серии вон вести и... Это похоже на синус. Господа разработчики данного деле, извините, но с синусом это можно перебудить только с пьянью. Решил собрать всё это, но лень была печатка травить. Ну, в общем, зря. Эээ... Не знаю. Посмотрим. Если у меня работает, значит этот чел просто дебил. Если у меня не работает, значит этот чел был правильный. О, доверие к подделкам мальтер-кита утрачено. Посмотрим. Так. И, разумеется, никаких 8 ваттов там не пахнет. Максимум 5 нескажённых. Может быть, 5 ватт это ПМПО. Тоже алчемик. Ну, ладно. И ещё, кстати, очень важно. Это то, что я не сказал. Главное. Здесь у него есть ещё... Ещё одна родновидность. Давай посмотрим. Вот. Аудитория техника... Где-то тут было ещё на полевых... Так, так, где же она тут? Неудобно у них тут. Так, где она тут? Ну, чё, похоже, что всё из продажи же ели... Херю знает. Херю знает. Полевые. Давай так, посмотрим. Вот. Особенность... Не, на полевых нет, нет. Вот, может быть, это... Херня. Где это было-то? Это уже всё... Так, а, вот, снятое с продажи. Во-во-во. Ну... Ну, а чё нахера мне это полностью пицца? Чё за дебилизм-то? И как это мне это искать теперь? Искать вонючь в ата, что ли? Я охерею. Это... Это поиск специально для инженеров самого мастер-кита. Сейчас, может, найдём тут где-нибудь. Вонючую микросхему. Вот это, кстати, ТДАССЕМ-1-5-4, это все с ума сходят, это все шоколоты. Это тоже все шоколоты с ума сходят по ним. Во-во-во. Усилитель на ЧВМСВАТ. Это вот тот самый, но здесь биполярные конечники. Здесь тоже конечники биполярные. Вот ещё. А, вот полевые. Всё, я нашёл. Это был MOSFET усилитель 2.11. А где тоже 2.11. Но у меня, значит, 2.12. Вот. Здесь, что единственное изменилось, это вот именно этот полевой транзитер. Вот. Здесь биполярное. Вот всё, но здесь всё сохрнёт так же. И идти тоже, сохрнёт так же. И там было даже в инструкции сказано, что максимально уже приближённо к ламповому звучанию. Чёрт, нахера я купил тогда вот эти биполярки. Я хочу теперь максимально ламповым звучанием, аудиофизкое. Стоят, тут 640, а тут 9540. Вот они как раз стоят как по рекомендациям этого набора. Вот это, кстати, прикольно, но оно очень дорого стоит. То есть, минус 50 вольт. Это, по-моему, то ли Ланзар уже, то ли Холтон. Здесь пока что одна пара, поэтому если бы их несколько ПТ, то уже будет почти как Ланзар или Холтон. Но это тоже дискретный усилитель. Тоже дифференциальный каскад здесь. Токовая, средняя поддержка стока даже есть. Здесь пройтейший алгоритм. Ну всё, давайте дальше. Перейдём к следующей деме. Субтитры делал DimaTorzok И слава богу. Давай сейчас снова переходим к теме. Представим, что я его купил недавно и вот я его собрал, хочу проверить, как он сейчас работает, нет. Поэтому первое условие обязательно проверить на малых напряжениях. Кстати, обратите внимание, как это всё припаяно. Немного флюз, немного грязи. Это всё как в домашних условиях. Ещё обратите внимание, уже поджарочки. Вот видите, вот эти поджарочки. Вот эти поджарочки. Эти поджарочки. Это всё сгорается при вылетании транзитера. Я всё проверил, это все рижитеры дохлые. Они вроде как сейчас охранились то умные. Три вольта. Вроде как-то заработало. Вот я замыкание делаю. Чтобы заглохнуть, и оно само зарабатывает. От блока питания идёт провод туда, на конденсиатор 4,7 мкФ. Идёт провод потом туда, это усилитель, потом провод идёт на колонки, потом на колонки и вводить. Вот сейчас уже рабочий. Мы можем подключить звук, проверить, что он работает. Вот, сейчас уже звук работает. Минимальный ток покоя, минимальный. Помните, что он перевёрнутый. Вот, звук усилийка работает. Обращаем внимание на то, что этот усилийтор работает при напряжении 3 вольта. После выпрямителя у меня получилось около 5 вольт. Сейчас мы можем проверить, сколько на полное напряжение. Так, вот, безненько идёт. Субтитры делал DimaTorzok 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 еще. Субтитры делал DimaTorzok субтитры делал DimaTorzok еще качество проверки можно проверить отцепить полностью от транзитера, вися в воздухе. температурный режим остается здесь видите лампочку я подключил питание очень тихо правда в принципе работа такой что предыдущие каскады в МТ-15 и МТ-14 по моему работают без главных транзитеров работают только предыдущие МТ-36 и МТ-35 за счет них работают на колонке но мощности у них гораздо меньше в полной цепи в воздухе работает лампочка можно послушать музыку напряжение полностью 12 вольт сейчас слышно музыку тихо то есть таким методом можно проверять а теперь я отцепил вот эти транзитеры они вот здесь стояли сейчас попробуем подключить на минимальное напряжение заработало но звука нет то есть в принципе она уже не может звучать звука нету так я вмешаю напряжение до трех вольтах добавляю добавляю вот звук пошел если у вас вдруг сгорели мастер-киты просто отпаяйте от силовые чаще всего это именно силовые дохнут отпаяйте провода все три провода и проверяйте если он очень отработает очень тихо на 12 вольт если все работает то можно поставить исправленные транзитеры силовые и припаять и слушать музыку левый-правый наши даргингтоновские кт в м53 в м29 это то же самое на стерео здесь русский кт в м15 в м4 это американский бд давайте мы сейчас делаем вот так вот вот у меня схему вот она схема в сигнал подается это инвентирующий вход он замкнут на землю а то подается в сигнал сигнал подается задает среднюю точку подается вот сюда на дифференциального каскада вот и сигнал потом идет вверх деконденсатор вот этот вот блок вот этот задает именно ток покоя для выходных каскадов то есть нам нужно просто замкнуть проводочком эмиттер с коллектором и этот транзитер уже перетает действовать иначе это уже будет класс Б кусочек провода который был должен припаян к этому транзитеру термостабилизации вот я его полностью отпуял вот видите болтается кусочек и это тоже болтается вот коллектор и эмиттер запаян и дитор запаян а это просто болтается работает читый класс Б в общем потрясающе этот вариант мы послушаем как сейчас звучит уже не будем слушать музыку посмотрим график что нас себе представляет почему аудиофилы ненавидят этот класс Б питание у нас тут минимальное сейчас мы щелчок должен высушить вот этот заработал а этот шампиц 5 вольт 4 давай еще на одной делине не делаем больше все этот заработал 7 вольт этот работает и этот работает итак я подключил на колонку я начну пробовать громкость вот я ушами уже слышу что там какие-то примеси основной тон и здесь еще много импульса белая линия которую мы там видим она ставим сам себя ему то есть она не имеет особенных схожений вот этот вот зеленая линия и желтая линия это вот уже встанет классы B на минимальной громкости она больше отчетливо видна как получается гармоники и от чего это получается вот видите как получается 第一 транзитор вот медленно включается и отрабатывает свою синусоиду, половину. А потом верхний транзитер тоже медленно включается и снова отрабатывает свою верхнюю половину синусоиды. Смотрим, вот, теперь погромче. При большой громкости уже не так заметны эти искажения, потому что синусоиды на самом деле гораздо больше, чем эта ступенька. Переключу на транзитер, чтобы не так сильно мешало. Один из постулатов для класса B, это является то, что чем громче звук, тем чище, качественнее. Помните, как в Хьюстоне, классе A, там была наоборот зависимость. Из-за нелинейных участок вольт-амперных характеристик и транзитера, там была такая зависимость. Чем тише звук, тем качественнее. Как видите, класс B, это всё наоборот. Давай посмотрим, как она выглядит. Спектр мы видим здесь, 1 кГц, правильно. А вот это у нас искажение, вот, видите, примерно на том же уровне, как и самым главным синусоидом. То есть, равенство между ними только 20 дБ. Это наставили очень сильно заметный на слух. Что видно, в принципе, на оцеллографе. Эта вот ступенька, ступенька. Теперь мы уменьшаем синусоиду. Попробуем увеличить. Вот, я увеличиваю. Ещё я увеличиваю. Это у нас на нагрузке 4 Ома. Вот, обратите внимание, что ступенька уже не так заметна. Вот, вот эта ступенька вот здесь совсем мизерная. И рамка здесь уже довольно ощутима. 40 дБ уже между полезным сигналом и шумом. Идет то же самое. Ну вот, давай попробуем ещё увеличить. Всё, сейчас уже натупает клиппинг. Питание у нас всего 5 В. Посмотрим. Вот, 5 В. Давай сейчас это увеличим. Сейчас 13 В. О, синусоиды перестануты прямые. Пойдёмте дальше. Всё. Уже клиппинг сверху и снизу. Давай, уменьшим. Вот так нормально. Скажи, не, они никуда не денутся. Они остаются на том же уровне. Минус 60 дБ. Это максимум. Как мы видели, и на самом тихом звуке, так и на громком звуке. 60. Действительно, на максимальной громкости будет больше качественный звук, чем на тихом. Поверяется вопрос, а можно ли тогда регулятор громкости делать не на входе этого усилителя, а именно после выхода этого усилителя. Потому что после выхода усилителя, там можно будет регулировать мете с шумом. То есть шум можно будет уменьшать мете средств за подъёмным сигналом. Зелёная линия, это сам себя ему. А вот это кратно, это вот то, что через класс В. Вот мы видим, что где именно они ломаются. То есть зелёная линия, это идеальный сигнал. На вход, вот такие вот кривизные, получается, вот ступенька. И с этой стороны, вот здесь ступенька идёт, получается. Так, теперь попробуем питание подключить. Давай я сейчас делённую линию убираю. Я включаю питание, сейчас 12 В стоит, уменьшаю до 3. Так, центруется средняя точка. Видите, он отстаётся на том же уровне, то есть ничего не происходит. И это тоже на уровне, ну, меньше 60 дБ. Вот здесь вот эта клетка, это меньше 60, там минус 40. Теперь я снова увеличу питание на 12 В. Все. Это искажение тоже самое отстаётся на минус 60 дБ. Плески такие же отстаётся. То есть, как вы видите, ничего не меняется. Не зависит от питания. Посмотрим на востоке, что такое, я ещё повышаю. Видите, спектрой движется на том же уровне. Вот, 1 кГц, вообще-то наименьшее. А, кстати, обратите внимание, что получается даже к нижним частотам, в петре, в тупом даже 40 дБ, при увеличении на высоких частотах, видите, равенство уже намного стало превосходит. Меньше, чем 20 дБ. А на высоких частотах, всё, уже полностью сблизились. То есть, мы видим, что чаще становятся эти искажения за один и тот же период времени. Как говорят некоторые, песочек на верхах. Надо, кстати, заметить, что все зарубежные импортные усилители, они в основном работают на классе А, Б. Но, по секрету, я ещё вам сказать, что все работают ближе к режиму класса Б, если отбрать всякие усилители, которые, типа, 100-ваттные. Б, потому что уменьшается, например, радиатор и нагрев, что позволяет больше распространять по всему миру, в качестве грузоподъёмности. А вот такого именно спектра получается большинство, ширпотребные бюджетные усилители. Вот, смотрите, как на высоких частотах больше всего страдает. Какая-то херня это, в самом деле, выглядит. Вот поэтому здесь и появляется очень много искажений на высоких частотах. Потому что это что-то не похоже уже на сиросоиду. Это на зигообразную или пилообразную. Вот, на высоких частотах очень больше всего страдает. Субтитры создавал DimaTorzok а кстати обрати внимание что в синфазе она получается, что она входит, что на выходе сигналы не перевернуты еще основная проблема этого утерителя, именно в данной реализации этого мастер кита это то, что очень сильный хлопок при включении переключил вот на этот блок питания, будем подавать 20 вольт всего лишь 20 вольт, а не 40 вы увидите какой сильный хлопок, что мне даже страшно от каждой разки его включать где он там? все, я чуть не вздрогнул подумаем, как можно уменьшить этот хлопок подобрать такой номинал конденсатора, чтобы хлопок был занижен на инфронистские частоты а за счет того, что вот здесь электролитические конденсаторы, которые разделяют динамика от подтянки инфронистские частоты будут плохо пропускать на динамик здесь получилось вот таким образом здесь конденсаторы, это 3000 мкФ, 9000 мкФ и 9000 мкФ здесь тоже самое, 1000 мкФ, тут 3000 мкФ это взятое из компьютера 1500 мкФ на 6,3 вольт, где их две штуки посмотрим, как будет мы сейчас включим так, я сейчас настроил на 40 вольт максимально на 40 вольт, которое оно допустимо так, я включаю теперь выключить они очень долго разряжаются 44, 43 вольта и вот эти все добавленные конденсаторы скорее всего даже поможет не перегружать при включении блока питания а транзитторы могут спасти потому что при включении там, скорее всего, очень большой ток потребляет и возможно, что именно в этот момент они перегорают более мягкий старт и транзитторы не прослужат долгую жизнь там четвертая пара идет горяченький там 40 вольт но из-за резидтора 35 вольт от того, что здесь все время нагревается и на выходе 10 вольт это похоже на все, что максимум могу я получить 25 ватт работает сейчас как можно получить 20 ватт, я не знаю то и 25 ватт пока что у меня получилось при 40 вольт питания это на 4 ом нагрузка то есть надо нагрузить еще 2 ома резидтори, чтобы получилось 40 ватт и еще мостовой режим на 4 ома динамик то уже вводится в ватт это я тогда понимаю а та вот, 5 ватт там где-то давай посмотрим на гармоники в графике показывают именно 4 ома два утилитра подключены то есть это первый левый канал, а там правый канал еще я попытаюсь больше, чем 10 вольт вот сейчас видно, наверное, здесь это вот именно по зеленой линии, которая больше вот 10 вольт вот здесь мы видим срез а там снизу еще пока нет но там в средней точке 1,3 до сих пор не настраивается ладно, вот значит срез начинается в 11 вольт 11 целых там вот такие вот ангармоники получается пара идет оба резистора будут так, ну вот, значит, 11 вольт 10 вольт уменьшаем то есть видим, что гармоники все так же отдаются это все то есть основной тон вот уменьшается вот 2 вольта уже 1 вольт все снова снова повышаем вот срезки сильно следуют то есть вот так вот 11 вольт у меня максимум ну там вверху еще видно срезки ну вот здесь вольт получается при питании 35 вольт при питании 35 вольт как я говорил полевые транзитры подключены в класс б питание питание 12 вольт напряжение пока 0 попробуем включить включилась напряжение у нас 16 вольт после выпрямителя какие нет для supporter Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok